Всем привет, друзья! Вы не ошиблись. Мы решили сменить локацию и в такой теплой, но, к сожалению, уже осенний день выйти на природу и устроить маленький пикник. Вы смотрите нашу постоянную рубрику в гостях у Сороки, а мы начинаем! Сегодня у нас в гостях главный организатор квеста первокурсника в этом году Настя Митькина. Всем привет! И Рамиль! И возникает первый вопрос. Рамиль, а что же ты тут делаешь? И кто ты такой? Я поддержка. Поддержка для нашей Настюши. Настя, ну тогда стандартный вопрос для тебя. Почему ты решила стать главным организатором? Квест первокурсником это открывающий год проект. Это первый проект студенческого совета, поэтому это очень круто, когда ты можешь как-то повлиять на развитие всего того, что будет происходить с первокурсниками во всем году. Вот. И хотелось бы сделать открытие года очень масштабным, очень красочным, чтобы первокурсники запомнили этот день, 15 сентября, и дальше с радостью продолжали учиться и радоваться жизни. Ага, супер! Так, ну а расскажите, вы вообще были в том году на квесте? Я был. А я нет. Ты нет? Как так? Почему? Я собрала команду. Легендарные пупсики. И, к сожалению, эта команда не смогла поучаствовать, потому что мы как-то были дезорганизованы. Я очень пожалела, мне было грустно, потому что я прошла в проектный комитет и поняла, что пропустила один из самых классных проектов. И потом я поняла, что, блин, если я не была участником, то почему бы не стать главным организатором? Конечно, слушай, не просто организатором, а сразу главным. Это здорово. Да. Так, Рамиль, а ты был? Ну какие у тебя впечатления? Был, да, мне очень понравилось. Самое захватывающее — это масштабы этого проекта. Когда ты осознаёшь, что твой университет организовывает проект, в принципе, по всей Москве, и вы перемещаетесь по всей Москве, а не в стенах, например, своего корпуса, то ты действительно осознаёшь, что это мега круто. И я считаю, что именно этот проект зарядил меня на то, чтобы я стал активистом проектного комитета, своего факультета. Это очень круто. Это действительно важный проект. Ну, расскажите тогда наши первокурсники, которые, возможно, пойдут на этот проект, я думаю, что невозможно, а точно. Вообще, какая концепция вот этого проекта? Что там нужно делать? Ну, для начала в самом названии уже говорится, что это квест. То есть ребят ждёт множество загадок, множество каких-то ребусов, головоломок, которые им придётся разгадать. Особенность заключается в том, что этот квест проходит не просто по корпусу, как уже сказал Рамиль, а по всей Москве. Получается, весь день ребята проведут вместе команды на улице, познают разные крутые достопримечательности, которые даже, возможно, не видели сами москвичи. И после этого их ждёт прикольный сюрприз, о котором мы не скажем. Об этом узнают после. А почему? Что за сюрприз? Потому что это апогей проекта, который ждёт всех тех, кто подойдёт к концу. И их ждёт очень круто всё. Рамиль, честно мне признайся, как тебе работать под руководством такого человека, как Настя? Ну, вообще, я сначала хотел стать одним из старших в её команде, чтобы помогать ей намного, так сказать, ну, больше ответственности. Вот, но я решил, что у меня были там другие планы, но всё-таки я встал на две зоны, а не на одну. Это зона сцены и поиска звезды, где, по словам Насте, я активно работаю, она меня хвалит. Он нашёл хедлайнера нашего квеста. То есть вы взяли и рассказали полностью сюрприз, да, который ждёт? Нет, это не только... Это не сюрприз. Это так. Хорошо. Так, ладно, но расскажите вообще про команду, которая работает над этим квестом. Что из себя она представляет, кто эти люди? Над квестом работает целая команда, команда активистов проектного комитета. Вот, навсегда сильная, навсегда лучшая. Мы полностью заряжены, полностью готовы показать первокурсникам, на что способен студенческий совет. Всё лето мы, не переставая, готовили содержание всего мероприятия, и это будет пушка. Вот как вообще работать летом, Ромень, вот скажи. Летом, ну, на самом деле, это сложно. Это сложно, потому что, когда ты не в том ритме жизни, когда у тебя и учёба, потом у тебя собрание, потом ты... Летом прям. А? Летом прям собрание. Нет, я говорю, что летом это не тот совсем ритм жизни. То есть ты валяешься дома, и ты понимаешь, что тебе нужно встать, сделать ТЗ, что-то написать, и ты как-то вытекаешь из этой жизни, но всё-таки следует держать себя в тонусе, потому что наши активисты понимают, насколько важен этот проект. И мне кажется, ни один человек как-то не выделяется из работы, а все, как команда сильная, сильный, лучший, проектный, работаем. Хотелось бы узнать, насколько хорошо вы знаете историю сами. Великолепно. Честно-честно. Ромель, а ты? У тебя такие глаза испуганные. Что такое история? Нормально. Хорошо, тогда вы готовы отвечать на мои вопросы в школьный программ? Да. Ты готова? Да. Супер. Если нами все готовы, то да, я тоже. Вот это Вера в главу, вот это я понимаю. Хорошо, тогда начнем с самого элементарного вопроса. Когда было основание Москвы? Какой год? Первое упоминание? Тысяча... Блин. Тысяча двести сорок... Нет. Блин, 1147. Да, абсолютно верно. Бинго. Отлично. Ромель, тогда вопрос следующий тебе. Когда было крещение Руси? Девятьсот. Так. Восемьдесят. Так. Третий? Нет. Первый? Нет. Седьмой? Девятый. Ребят. Шестой? Нет. Восьмой? Седьмой? Да, восьмой! Восьмой, господи! Восьмой, молодцы! Я была олимпиадницей по истории, перепец. Ты была олимпиадницей по истории? Да, позорище. Позорище, реально. Тогда давайте самый легкий вопрос. Когда началась Вторая мировая война? В тридцать девятом. Супер. Бинго. Ну, какой век? Двадцатый. Сложно. Так. Вы являетесь организаторами квеста по Москве, а вы сами не спичи? Нет. Нет? Нет. А откуда вы? Такой, давайте, единственный город на букву Е. Дай угадаю, номер на Йошкаролла? Йошкаролла. Ола. Ола. Красный город, такой же красный, как Москва, только в Мариел. Ага, так ромбили, а ты? Я из Кантамансийского автономного округа Югры, нефтяной столицы России, город Нижневартовск. Так, ну, друзья, вы смотрели наши предыдущие выпуски в Гуся? Да, я смотрела, и я больше скажу, в выпуске про Урбан был мой координатор. А кто из двух? Эдгар. Да. Или Эдгар. Он сам не знает, как его называется, поэтому всё в порядке. А в прошлом году на выпуске про квест 2018 была моя наставница. Ой, как это здорово! Преемственность. Вы же знаете, да, то, что у нас есть отдельная рубрика внутри нашей рубрики, когда наш потрясающий особо делает какие-то замечательные, интересные, интригующие вещи с нашими гостями. Конечно. Готовы ли вы к этому? Готов. Друзья, все мы знаем известное шоу Александра Гудкова, где гостям приходится или писать злобные комментарии, или выполнять наказание. И сейчас мы проверим, рискнут ли наши гости, Настя, главный организатор квеста, и Рамиль, её поддержка, выполнить наше наказание или же написать комментарии. Итак, ребята, смотрите. На первой карточке у нас люди. Настя, перемешивай, чтобы всё было справедливо. Карточка с действиями. Рамиль, перемешивай. Там очень. И комментарии, собственно. Давайте начнём с главного организатора. Настя, давай ты вытащишь человека. Борис Пешков. Это председатель студенческого совета. Так, наказание. Борис Пешков-Борис. Выложу историю со словами, сегодня досмотрелась пледницу от Тратата. Я такого не ожидала. И комментарии. От кого я не ожидала. Который пледница? То ли слишком добрый, то ли слишком глупый. Я пока не определилась. Взгляд то ли слишком добрый. То ли слишком глупый. Блин. Точка. Я пока не определилась. Ладно, пусть много точек будет. Всё, отправляй. Что ж, Настя уже отправила комментарий. Я думаю, что Боря удивится. Но что поделать? Что поделать? Рамиль, теперь твоя очередь. Я перемешиваю, а ты достаёшь. Павел Китовкин. Председатель проектного комитета. Наказание. Куда ты твое вытаскиваешь? Обменяйся соперником обувью. Нет. Комментарий. Не переживай, красивые люди всегда плохо получаются на фото. А у Паши таких фотографий много. Упс. Ты пишешь комментарии? Куда? Рамиль выбирает написать комментарий. Видимо, наши активисты проектного комитета ничего не боятся. Под последней фотографии или что там, видео? Именно под последней? Под последней, да. Да, да, да. Под последней. Ну, последнее это видео. Нормально. Там как раз много участников. Ну, давай, давай, пиши, пиши. Блин, мне просто интересно, он вообще это как? Никак. Я как бы с Борей не особо общалась. Все, Рамиль отправил комментарий, мы продолжаем. Настя, теперь твоя очередь. Это что сейчас я тяну? Ты вытягиваешь человека, которому будешь писать. Ульяна Березина. Наказание. Блин, можно еще раз лучше Борису написать? Соперник кормит вас детским питанием из брокколи. У нас нет. У нас оно есть, у нас все есть. Поверь мне. Ой, что это? Это уже было. Давай. Переживаю за тебя. Не сильно ударился, когда упал в моих глазах. Я готов тебя покормить, Настя. Тогда тебе придется кушать детское питание из брокколи из рук Рамиля. Настя, что ты выбираешь? Да вот это я выбираю. Я не буду писать. Рамиль, держи. Почему вы думаете, что это невкусно? Мне кажется, что это нормально. Я ничего не чувствую, честно говоря. Подожди, тебя должен Рамиль кормить. Давай, Рамиль. Ой, это ужасно. Да почему вы так смотрите? Это нормально. Ну я уже жду, давай. Быстрее давай. Только не пролей сюда. Давай нормально. Ну как? Нормально. Давай я тоже попробую. Оно пахнет на чего? Можно я тоже попробую? Можно я тоже попробую? Сойдет, сойдет. Мы голодные студенты. Фу, ну не ешь, потом съешь. Рамиль, теперь твоя очередь. Ой, фу, да, реально что-то. Ой, подожди. Фу, давай. Максим Черемисин, бывший председатель. Нам так везет на председатель. Наказание. Позвонить кому-нибудь из друзей. Позвонить кому-нибудь из друзей. Скажите, я не думал, что ты так поступишь. Я от тебя этого не ожидал. И бросить трубку. Ну, в принципе, можно наказание сделать. Позвони Лизе Калтуковой. Все идет хорошо, только мимо тебя. Пиши! Что ж, следующий председатель. Я надеюсь, что наши председатели очень занятые люди, и они это не увидят вообще. А в экране записывается. Да. Это ужасно. Фу, как ты это ела? Мне понравилось. Все, Рамиль написал комментарий, мы продолжаем. Осталось совсем чуть-чуть. Настя. Настя Коваленко. Блин, она такая зайка. Наказание. Кто это? Съешьте головку лука вместо яблока. Да, головка лука у нас тоже есть. Комментарий. Не заешь вот этим. Удача улыбается смелым ты в пролете. Ну что, головка или Коваленко? Почему-то, Настя, еда достается сегодня. Ну, бывает. Давайте я съем. Давай. Вот это да. Я правда не хочу писать Коваленко плохие слова. Итак, главный организатор квеста 2019 сейчас кушает головку лука, потому что она не захотела обижать милую Настю Коваленко. Настя, Коваленко, это все ради тебя. Что ж, друзья, сегодня победил Рамиль, но мы верим, что Настя покажет все... Ты надоела. Что ж, друзья, сегодня победил Рамиль. Я надеюсь, что я покажу все свои способности на квесте. Софа передает слово от Вики. Спасибо большое. Что ж, друзья, сегодня победил Рамиль, но мы верим, что Настя покажет свои способности уже на квесте. А мы передаем слово Вике. Я же знаю то, что вы координатор в этом году, правильно? Конечно. Но вы не в паре, да? Слава Богу. Потрясающе. Какое напутствие вы можете дать первокурсникам? Хорошего настроения, желания победить, чтобы у вас команда стала самой сплоченной, и чтобы вы просто получили кайф от этого дня, потому что обычно студенты на всю жизнь запоминают такие моменты. Рамиль, теперь твоя очередь. Передача слова. Работу в команде. Выспитесь. Это все? Да. Что, возьмите дождевики, возможно, вас ждет сюрприз. А может быть и не ждет. Сюрприз в виде дождя. Ребят, спасибо большое, что пришли к нам в этот солнечный день на наш такой мини-пикник. Было приятно с вами пополтать. Я желаю вам удачи в проведении этого замечательного проекта. Пусть организация будет на высшем уровне, как вы это умеете. Спасибо большое вам. Пусть организация будет на высшем уровне. Спасибо. Спасибо. Спасибо.